Тонансное дело в отношении руководителя Департамента госдоходов по Владарской области Ярнура Байгурманова и двух его подчиненных завершилось оправданием всех фигурантов. Суд решил, прослушка телефонов велась незаконно, а все допрашиваемые, в том числе и службы экономических расследований, дали показания в пользу обвиняемых. Год и два месяца длилось дело. Главного подозреваемого в получении взятки в крупном размере Ярнура Байгурманова даже закрывали в СИЗО. Но накануне 2019 года выпустили под подписку о невыезде. Напомню, по версии следствия, группа госслужащих пообещала помочь руководителю ТО скрыть налоги. Счет шел на сотни миллионов тенге. Взамен якобы попросили 200 тысяч долларов. Получив половину, позже вернули деньги. Доказать все это в суде сотрудники антикоррупционной службы не смогли. Выявлен ряд уголовно-процессуальных нарушений. Суд приговорил Байгурманова Ярнура Егматовича признать невиновным в совершении уголовного правонарушения предусмотрен статьей 366 частью 4 уголовного кодекса Республики Остат и оправдать его за отсутствие событий уголовного правонарушения. Меру пресечения в виде залога отменить. Суд пришел к выводу, обвинение в отношении троих подозреваемых в коррупционных правонарушениях построено только на предположениях и недопустимых уликах. Факт вмешательства в дело предпринимателя не доказан. Оправдали не только Байгурманова, но и других сотрудников ДГД – Бесимбаева и Макзумова. Все могут подать иск о возмещении ущерба за уголовное преследование. Алиял Мухаммедова, Серико Нагбаев, телекомпания «Ирбис».